Давным-давно наши предки открыли для себя великую, исцеляющую силу музыки и не раз обращались к ней в наиболее трагичные и скорбные минуты жизни. Тем не менее, традиция проведения концертов классической музыки в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии зародилась относительно недавно. Когда-то в юбилейный год по инициативе Алисы Гицба состоялся такой концерт. Именно в марте, вот в эти печальные даты, памяти погибших. И это был замечательный концерт. Алиса привезла огромное количество музыкантов. Их было более ста человек. Хоры, оркестр. Развучал грандиозный реквием Джузеппе Верди. И мы еще тогда, когда обсуждали с Алисой, я говорила, вот это была бы замечательная традиция, если бы в марте всегда такие концерты проводились. Но Алиса не взялась за это, чтобы делать это систематически. Но тогда мы решили, что может филармония подхватить эту идею. В этом году по приглашению Государственной филармонии и при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии в республику приехала Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова. Вадим Анатольевич Судаков навсегда вошел в историю становления и развития абхазской классической музыки. С 1974 года он возглавлял Государственную хоровую капеллу Абхазии и под его руководством музыкальный коллектив достиг вершины профессионального успеха. Это был очень важный этап в становлении капеллы, потому что вот те соки, тот репертуар, который был наработан Вадимом Анатольевичем Судаковым, а он проработал в Абхазской Государственной капелле более 10 лет, тот принцип работы, вот та дисциплина, который он, тот режим, который он привил своим музыкантам, потом в дальнейшем, очень долгие-долгие годы, как бы по инерции, что ли, да, уже в его отсутствии оставался, законом таким был принят в капелле, и вот ту прививку профессиональную, которую он дал музыкантам, ее хватило на многие десятилетия. Сейчас Государственной капеллой Москвы имени Вадима Судакова руководит сын великого дирижера Анатолий Судаков. Он родился в 70-х, как раз в тот период, когда его отец возглавлял Абхазскую Государственную капеллу. Детство его прошло в Абхазии, и, как признается сам Анатолий Судаков, он всегда с большой любовью и радостью возвращается сюда, чувствует себя здесь как дома. Мы уже третий раз приезжаем, сегодня программа посвящена памяти погибших, войне отечественной, серьезная классическая музыка, вместо Шуберта, кантата Баха и абхазские народные песни. А завтра в Гудаутах мы дадим совершенно другую программу, такую развлекательную, интересную программу, так что всех ждем сегодня и завтра в Гудаутах. Участниками концерта в этом году также стали солисты Абхазской Госфилармонии, лауреаты международных конкурсов «Нана Черкезия» и «Кристина Эшба», а также приглашенные солисты Александр Кожанов, Алхаз Ферсба и заслуженный артист Абхазии Михаил Алхазов.